Вот тут вот дом стоял наш, вот на этом самом месте. Дом в станице Гастагаевской, по которому Александр Григорьевич бегал шестилетним мальчишкой, оказался не на передовой, но в самой гуще военных событий. Он стоял прямо на дороге, ведущей в Юровку. Сначала отца призвали на фронт, вспоминает, как сидел у него на коленях. Тогда виделись в последний раз. В начале 1942 года по дороге пошли беженцы. У нас колодец был хороший, они всю водичку пили, отдыхали немножко и дальше проходили. Бедные люди, и дети, и старики. Однажды приютили инвалида с Первой мировой войны, без одной ноги. Попросился сам, сказал, что коммунист. Не говорите никому ничего, говорите, что наш дедушка и все. Ни фамилия не сказали, ни имя, ни отчество. Дедушка наш. Дедушка наш жил вот здесь внизу, и второй дедушка появился вот этом с беженцем. Потом здесь же шли военные непрерывно, днем и ночью, неделю, может больше. Отступали на Новороссийск. Даже шли с духовым оркестром, если вы хотите знать. Ну, они играли такую трогательную музыку, что бы все плакали. Все плакали бы. Офицер Советской Армии говорит, не плачьте, мы все равно вернемся. Все равно, говорит. Однажды к ним под Илычу встали две зенитки на конной тяге. Взбили два бомбардировщика, прикрыли колонну. Когда станичники проснулись утром, их уже не было. Затем звуки короткого боя с теми, кто остался прикрывать отход. После него раненые, кого-то несли на самодельных носилках. Оставалось ждать, пока со стороны Юровки не послышался шум моторов. Все на танкетках, на мотоциклах, все на машинах, ни одного пешего не было. И обосновались оттуда, о, хорошо. Заходят, повыгоняли нас всех, повыгоняли. Идите к чертовой матери, тут мы будем строить, у нас техники сколько. Немцы установили большую радиостанцию. Фруктовый сад на полгектара заставили машинами. Семья по этой самой тропинке отправилась к деду. С теми, кто живет здесь, сегодня с трудом вспоминают. Через общих знакомых много воды утекло. Взрослые жили в хате, дети прятались в подвале, чтобы их не угнали в Германию. Очень хотелось есть и приходилось совершать вылазки. Чаще всего за объедками. Окупанты вели себя бесцеремонно. Однажды чуть не сбили на машине. Они же пьяные были, офицерье. И так лихо раз повернули и зацепили по ногам. Брат отца был летчиком, офицером Красной Армии. Помимо этого семья укрывала коммуниста. А в окрестностях Гостогаевской уже ездила машина-душегубка. Но семью никто не выдал. Так продолжалось до середины сентября 1943 года, когда освободили Новороссийск. Однажды утром все проснулись, а немцы ушли. Тогда семья Илющенко бросилась домой. Прибежали, правда, нигде никого нет. Когда слышим, машина едет, такая большущая-большущая, дизель, рвет на гору тут, поднимается. А мы тут стоим как раз возле забора. Глянули, машина немецкая большущая. И стоя в машине стоять солдаты, полураздетые, в белье, без шапок, без ничего. И доехали вот так, как они ехали, встали. Куда на Юровка дорога? Отец и его трое братьев не вернулись с фронта. Сегодня их имена на монументе в Юровке, где живет брат Александра Григорьевича. Одноногого старика, которого укрывала семья, взяли на работу в местные органы власти. Он помог собраться в школу в первый год после освобождения. Ведь не было ни одежды, ни обуви. Сад погиб, потому что в нем ремонтировали и заправляли топливом технику. Александр Григорьевич выучился на водителя. Начинал на полуторке, потом работал на трехтонке в Юровском совхозе. Затем в Крымске свои воспоминания записал от руки, чтобы историю, которую он сам помнит до мелочей, не забывали. Александр Ребека, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.